Несколько развязок, выполняющих важную роль в дорожном движении Улан-Баттера, включая двойной мост у реки Салбэ, восточный перекресток у Санцарского тоннеля, все еще закрыты. Из-за них нагрузка на городские магистрали по-прежнему остается высокой. Столичный мэр лично проинспектировал самые большие проблемные участки. Проверка показала, что работы по расширению дорожного полотна в центре столицы идут по графику. В самом разгаре укрепление опорных колонн двойного моста. Специалисты говорят, что вскоре здесь будет открыто трехполосное движение, а также намного расширится тротуар. Работы проводятся по графику. Объемы, профинансированные из столичного бюджета и из дорожного фонда, выполнены на 85%. А вот работы, которые должны были финансироваться из госбюджета и из фонда развития, пока находятся на начальном этапе. У них самая высокая степень готовности лишь по Сухобаторской улице, порядка 50-60%. Основное обновление магистрали, а это 17 объектов, финансируется из Банка развития. В этом году к подрядным работам привлекли компании, имеющие солидный опыт. Моторсервис обещает к 7 сентября ввести в эксплуатацию первый мост, а к 15 декабря полностью завершить все капитальные ремонты. Другой подрядчик, Хат Инзам, работает над строительством современной развязки. Говорят, что сооружение дорожников будет удобным и для автомобилистов, и для пешеходов. Ширина проезжей части 23 метра, пешеходные 6 метров, возможность выезда в любую сторону света. Но пока этот объект испытывает трудности с финансированием. Мэр столицы и глава столичного муниципалитета Батул заверил подрядчиков, что премьер-министр уже дал поручение соответствующим официальным лицам, поэтому вопрос финансирования будет решен в ближайшее время. Пока у нас нет другого выхода, кроме как введения вскоре особого режима регулирования для снижения интенсивности дорожного движения. К 20 числам августа приедут студенты с каникул, люди выйдут на работу после отпуска, начнутся сплошные пробки. И в связи с тем, что не за горами новый учебный год, а ремонтные работы все еще продолжаются, мэр города посетил образовательные учреждения префектуры Чингалтей. В нынешнем году в масштабе всей столицы, 110 школ и 180 детских садов, работы по капитальному ремонту планировалось провести почти в половине учреждений. По состоянию на сегодняшний день 16 ремонтных работ полностью завершены, 23 имеют 90% готовность. Строительство шести новых зданий, включая спортзал 14-й школы в префектуре Бензорх, расширение 14-го детского сада, детских садов на 100 мест в 7-м хороне префектуры Сухбатор и 7-м хороне префектуры Чингалтей, имеют 60% готовность. Долгар Сурен Эннабелек, Аист, Монголия.